Сила это как раз то, что тебе сейчас нужно. Ты молод, ты не индейец, значит трава дьявола, возможно, попадет в хорошие руки. Да и тебе самому она как будто по вкусу. Ты буквально чувствуешь, как она наполняет тебя силой. Все это я испытал на себе. И все же она мне не понравилась. Но почему Дон Хуан? Мне не нравится ее сила. Для нее больше нет применения. Раньше, как мне рассказывал Бенефактор, был смысл искать силу. Люди совершали неслыханные дела, их почитали за их силу, боялись и уважали за их знания. От Бенефактора я слышал о делах поистине невероятных, которые случались в старину. Но теперь мы, индейцы, больше не ищем силу. В наше время индейцы используют траву дьявола разве что для протираний. Листья и цветы идут вообще неизвестно на что. Говорят, что они, к примеру, прекрасное средство от нарывов. Самой же силы больше не ищут. Той самой силы, которая действует как магнит, тем более мощной и опасной в обращении, чем глубже корень травы уходит в землю. Когда доходишь до глубины в четыре ярда, а говорят, такое случалось, то находишь основание и источник силы неисчерпаемый, бесконечный. Очень многим это удавалось в прошлом. Сегодня никому. Видишь ли, сила травы дьявола больше не нужна нам, индейцам. Незаметно мы потеряли к ней интерес. И теперь сила больше не имеет значения. Я и сам не ищу ее. Но когда-то, когда я был молод, как ты, я тоже чувствовал, как меня от нее просто распирает. Я чувствовал себя, как ты сегодня, только в пятьсот раз сильнее. Ударом руки я убил человека. Я мог швырять валуны, огромные валуны, которые двадцать человек не могли сдвинуть с места. Однажды я подпрыгнул так высоко, что сорвал верхние листья с верхушек самых высоких деревьев. Но все это было ни к чему. Разве что на индейцев страх наводить. Остальные, которые ничего этого не знали, отказывались верить. Они видели только сумасшедшего индейца, или как что-то скачет по верхушкам деревьев. Мы долго молчали. Нужно было что-то сказать ему. Было совсем иначе, когда в мире еще были люди, заговорил он. Люди, для которых не было ничего удивительного в том, что человек может превратиться в горного льва или птицу, или просто летать. Так что я больше не пользуюсь травой дьявола. Зачем? Чтобы пугать индейцев? Я увидел его печаль и почувствовал глубокое сострадание. Мне хотелось что-нибудь сказать ему. Пусть даже банальность. Может быть, Дон Хуан — это участь всех, кто ищет знания? Может быть, — спокойно сказал он. Четверг, 23 ноября 1961 года. Подъехав к дому Дона Хуана, я не увидел его на веранде. Это было странно. Я громко огликнул его, и из дома вышла его невестка. Заходи, — сказала она. Оказалось, что тебе три недели назад он вывихнул лодышку. Он сам сделал себе гипсовую повязку, пропитав полосы из тряпок в кашице, изготовленной из кактусов и толченой кости. Материя, туго обернутая вокруг щепотки, высохнув, превратилась в легкий и гладкий панцирь. Повязка получилась твердой, как гипсовая, но гораздо удобнее и не такая громоздкая. — Как это произошло? — спросил я. Ответила его невеста, мексиканка из Югадан, которая за ним ухаживала. — Да просто случайность. Он упал и чуть не сломал себе ногу. Дон Хуан засмеялся, затем подождал, пока она ушла, и сказал. — Случайность. Как бы не так. У меня есть враг по близости. Женщина по имени Ла Каталина. Она полкнула меня в момент слабости, и я упал. — Зачем это ей понадобилось? — Она хотела меня убить. Вот зачем? — Она была у тебя в доме? — Да. — Как же ты позволил ей войти? — Я ей не позволял. Она влетела. — Извини, я не понял. Она — черный дрозд. — Я обешал. — Она уже давно пыталась покончить со мной. В этот раз она действительно чуть не достигла успеха. — Ты сказал, она — черный дрозд? — Она что, птица? — Опять ты со своими вопросами. — Она — черный дрозд. — Точно так же, как я — ворона. — Кто я? Человек или птица? — Я — человек, который знает, как становиться птицей. — Ну, вернемся к Ла Каталине. — Она — враждебная ведьма. — Ее намерение убить меня столь сильно, что я еле смог от нее отбиться. — Черный дрозд ворвался прямо в мой дуб, и я не смог остановить его. — Ты можешь становиться птицей Дорхуа. — Могу. — Но об этом в другой раз. — Почему она хочет убить тебя? — Это старая история. — Теперь она подошла к развязке, и, похоже, придется с нею покончить, пока она не прикончила меня. — Ты собираешься прибегнуть к колдовству? — Спросил я с надеждой. — Не будь дураком. — Никакое колдовство здесь не поможет. — У меня другие планы. — Когда-нибудь я расскажу тебе о них. — А что, твой союзник не может тебя от нее защитить? — Нет. — Ты мог только говорить мне, что делать. — Защищать себя должен я сам. — Ну а, мискалитов, может, он защитит тебя от нее? — Нет. — Мискалитов — учитель, а не сила, которую можно использовать в личных интересах. — А трава дьявола? — Я уже сказал, что должен защищать себя сам, следуя при этом лишь указанием дымка моего союзника. И в этом смысле, насколько мне известно, дымок может много. Такие бы проблемы не возникали, дымок тебе все расскажет и при этом укажет не только, что делать, но и как. Из всех доступных человеку — это самый замечательный союзник. Лучший союзник для каждого. С каждым у него по-своему, многие его боятся и ни за что не станут к нему прикасаться, и вообще предпочитают не связываться. «Дымок не для всех, как и все остальное. Что же он такое? Дымок — это дым предсказателей». В его голосе ясно прозвучало благодарение, чему я до сих пор за ним не замечал. Для начала приведу слова моего пенефактора, когда он начал учить меня этим вещам. Хотя в то время я так же, как ты сейчас, не мог его понять по-настоящему. «Дымок — это дымок, для тех, кто жаждет обладать силой. Дымок — это дымок, для тех, кто стремится прежде всего наблюдать и видеть. Я считаю, что в этом дымок не знает себе равных. Как только человек вошел в его владение, любая другая сила становится ему подвластной. Это великолепно. Разумеется, за это нужно по-настоящему платить. Годы потребуются только на то, чтобы узнать, как следуют две его главные части — трубку и курительную смесь. Трубку я получил от моего пенефактора. И за долгие годы общения с трубкой я с нею сросся. Она вросла в мои руки. Уручить ее, например, тебе будет серьезной задачей для меня и большим достижением для тебя, если, конечно, из этого что-то получится. Трубка будет в напряжении от того, что ее держит кто-то другой. И если один из нас сделает ошибку, то она с роковой неизбежностью сама расколется. Или, скажем, случайно выскользнет из рук и разобьется, даже если упадет на кучу соломы. Если это когда-нибудь случится, то это будет означать конец для насоборок. В особенности для меня непостижимым образом вы мог обратиться против меня. Как он может обратиться против тебя, если он твой союзник? Мой вопрос, видимо, прервал потом его мысль. Он долго молчал. Благодаря сложности состава курительная смесь – опаснейшее вещество, из всех, которые мне известны. Без необходимой подготовки ее не может сделать никто. Она смертельно опасна для всякого, кроме тех, кому покровительствует дымок. Трубка и смесь требуют самого бережного отношения. И тот, кто намерен с ними учиться, должен подготовить себя, ведя строгую и скромную жизнь. Действие дымка столь устрашающее, что только очень сильный человек способен устоять даже против слабой затяжки. Вначале все представляется пугающим и запутанным. Зато каждая следующая затяжка проясняет все вокруг и вносит всю большую ясность. И внезапно мир открывается заново. Это поразительно. Когда это происходит, дымок становится союзником этого человека и открывает путь в невидимые чудесные миры. Это главное в дымке, его величайший подарок. И делает он это, не причиняя ни малейшего вреда. Вот это настоящий союзник. Мы, как обычно, сидели на веранде, на хорошо угромбованном и тщательно подметенном зеленом полу. Вдруг он встал и направился в дом. Вскоре он вернулся с узким свертком и вновь уселся. «Это моя трубка», — сказал он. «Он наклонился ко мне и показал трубку, которую вытащил из зеленого парусиного чехла. Длиной она была дюймов 9-10. Черенок был из красного дерева, гладкий, без риска. Чубок был тоже из дерева, но в сравнении с черенком выглядел значительно более массивным. Отполированная таблеска, темно-серого цвета, почти как кусок угля. Он поднес трубку к моим глазам. Я подумал, что он протягивает ее мне и хотел было ее взять, но он мгновенно отдернул руку. «Эту трубку дал мне мой бенефактор», — сказал он. «В свою очередь я передам ее тебе, но сначала ты должен сойтись с нее поближе. Каждый раз, как ты будешь сюда приезжать, я буду давать ее тебе. Начнешь с прикосновения к ней. Держать ее будешь вначале очень недолго, пока вы не привыкнете друг к другу. Затем ты положишь ее к себе в карман или, скажем, за пазуху. И только со временем можно будет поднести ее к арту. Все это нужно делать постепенно, очень медленно и осторожно. Там много всякого. Добыть все составляющие — трудное дело. Приходится отправляться очень далеко. Грибочки, необходимые для приготовления смеси, растут только в определенное время года и только в определенных местах. Эти смеси разные в зависимости от того, какая нужна помощь? Нет. Существует только один дымок, и нет никакого другого. И никто, ни один человек на свете, никогда не должен ее видеть. Разве ты сам намерен ему ее передать? Вот, чем мучил меня мой бенефактор. И именно так, сколько себя помню, я обращаюсь с трубкой. А ты сам сможешь сделать такую же дон-хуан? Напытывался я. Предположим, у тебя бы ее не было. Как бы тогда ты передал мне трубку, если бы в этом возникла необходимость? Он очень осторожно положил трубку в чехол, внутри которого, вероятно, был складыш из мягкой материи. Потому что трубка, едва его коснувшись, мгновенно скользнула внутрь. Он направился в дон ее спрятать. Ты на меня не сердишься, дон-хуан? Спросил я, когда он вернулся. Он, казалось, удивился. Нет, я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего такого, что заслуживало бы такой моей реакции. На людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я давно не чувствую. Вторник. 26 декабря 1961 года. Пересадка саженца, как называл корень Дон-хуан, не требовала конкретной даты. Хотя предполагалось, что в освоении дровы дьявола это будет следующий этап. Я прибыл в Дон-хуану в субботу 23 декабря, сразу после обеда. Как обычно, мы некоторое время сидели в молчании. День был теплый и пасхурный. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он дал мне первую порцию. «Время вернуть траву дьявола в земле», вдруг сказал он. «Но сначала нужно установить для тебя защиту. Ты будешь хранить и защищать ее. И никто, кроме тебя, не должен ее видеть. Поскольку устанавливать защиту буду я, я тоже буду видеть твою траву дьявола. Хорошего в этом мало, поскольку, я уже говорил, я не поклонник травы дьявола. Но моя память проживет недолго, я слишком стар. А вот ты должен беречь ее от чужих глаз, поскольку до тех пор, пока кто-то будет помнить об увиденном, сила защиты будет неполной». Он пошел к себе в комнату и вытащил из подстави циновки три узла из мешковины.